Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Не получилось у меня сегодня с помощью через стрим показать игру. Видимо, придётся записывать видео и отвечать уже в комментариях текстовых. К сожалению, вот так. Не знаю, по какой причине поставлю обратно высокие настройки. Потому что они у меня до этого работали. Я сейчас их менял, чтобы вам показывать. Так, и музыку. Эти музыка мне тут не очень нравится уже. Так, подтвердить. Создадим игру. Ну, во-первых, вроде меня... Хотя, знаете что, давайте случайного лидера. Единственное, что быструю скорость, пангею и большую карту. От зарождения жизни в морской глубине, до гигантов каменного века... Греция. ...к первым шагам человека прошёл ваш путь. Поиграть через культуру может. Начинается величайшая эпоха, которая поведёт вас от курили цивилизации к далёким звёздам. За каждый город-государство, всё равно которого вы являетесь. У меня большая ценность, Оперикл, предводитель греков. Оно позволит вам привлечь множество народов и окружить себя величием. Создавайте очаги культуры на скалистых берегах Греции, чтобы объединить народ в могучую державу. Дополнительная универсальная ячейка политического курса. Кстати, вот это хорошая штука. То сирены воспроют великую славу Береглу. Так, ну, я пока не очень понимаю, где ставить город в этой игре. То есть, как в пятой циве, конечно, около горы. И в данном случае горы влияют на количество науки от кампуса и количество... Так, кстати, я вам показываю сразу... Где включать то, о чём я буду спрашивать в ближайшие несколько лет по поводу шестой цивы. Как включить значки на карте? Вот оно. Показать сетку, показать значки ресурсов и значки дохода. Еееей! Вот оно включено. Кстати, не очень мне тут нравятся эти значки. Потому что это вот кукуруза, только понимаешь, когда приближаешь. А так она кажется каким-то, блин, зелёным непонятным огурцом. Яблочки в прошлой игре, по-моему, круче были. Вот это, кстати, вера. Вот эта клетка будет давать две еды, производство и веру. Ну, так вот. Не очень я знаю, где мне город ставить. Поэтому я просто поставлю там, где я появился. Вот, кстати, можно сразу линзу включать и смотреть рекомендации по постановке города. В принципе, тут есть вот еда сразу какая-то, и производство, и какие-то ресурсы. Ресурсы какие-то. Видите? Справочник доступности воды. То есть, поставив здесь, я сразу, собственно, получу плюс три жилья. То есть, я смогу сразу на три жителя больше растить в этом городе. Так, ну что будем строить? Сразу монумент, может. Или раздавать? Сразу монумент, чтобы быстрее у нас культура шла, чтобы быстрее росли города. И вот опять мне что не устраивает в интерфейсе, что мне надо два клика сделать, чтобы для того, чтобы менять жителей. Видите? Раз выбрать город, два нажать на управление горожанами. С другой стороны, тут теперь есть фокус, несколько вариантов есть. Во-первых, я могу вот залочить на производство, да? А могу наоборот сделать, чтобы любые клетки выбирались, кроме производства. Причем это можно все комбинировать. То есть, я могу залочить на еду и науку, например. Ну, если бы у меня тут были клетки науки. Но при этом, чтобы точно не выбиралось ничего с производством и с культурой. Там, например, и с деньгами. Вот так можно сделать аж. Ну, в данном случае мы это все подключаем. Пока. Просто на производство, как мы привыкли в пятой циве. Но пока тут и да. Ну вот, три хода до роста и десять ходов до завершения монумента. Играем на быстрой скорости. Давайте, что нам исследовать следующее? Что нам вообще тут надо? Орошение. Горное дело. Орошение. Где у нас орошение? Орошение, вот оно. Требуется построить ферму. Для начала. Пастбище. Ну, давайте пойдем в гончарное дело. И чтобы ускорить орошение, надо ферму построить. У меня тут есть, где построить фермы. Так что все путем. Теперь. Изменились. Очки движения для юнитов. Вот сейчас у нас два очка перемещения у воина. Но. Видите. Я теперь не могу встать на лес. Так как тут лес. И чтобы на него встать, нужно два очка перемещения. Но так как я перейду на эту клетку, уже одну очко потрачу. То на лес я уже перейти не смогу. Все правильно. И то же самое касается и холмов. А переход речки вообще сразу все очки передвижения убирает. Причем это касается даже скаутов. На данный момент. Поэтому просто пойдем по холмам, лугам. Следующим ходом, наверное, сюда перепрыгнем. Нам сейчас бы найти город-государство какой-нибудь. Так, все строится, все производится. Открывается карта. Как только находишь город-государство, ты сразу... У тебя там сразу один посланник будет, если ты его первый найдешь. Наш город продолжает процветать. Люди... Это за счет того, что у нас вырос город на одного жителя. Куда он сел? У меня было на производство. Ну, собственно... В принципе, конечно, можно переключить на красители. Тогда будет вера. Но тут пантеон набирается не за шесть вер. И там намного больше. И вот вопрос, опять же, к интерфейсу. Почему это нигде не пишется? Я не смог найти, где написано количество необходимой веры для пантеона. Переключу сюда. Пускай пантеон собирается. Но вопросы... Наши исследователи обнаружили еще одно мирное племенное поселение. Я предлагаю... Отправим туда разведки. Теперь вместо руин племенные поселения. Народ искренне верит в своего предводителя. Но начинает задумываться и о высших силах. Было бы разумно укрепить эти верования. Они принесут нам пользу в будущем. Ну, давайте вот расскажем больше. И очки веры ничего не написано по поводу количества необходимой... Вот веры и религии. Очки веры, пантеоны. Написано. После того, как вы наберете достаточно очков веры. Вот где это достаточное количество очков? Нигде не написано. Нажать на иконку веры я не могу. Ну, то есть я нажимаю, и ничего не происходит. То есть посмотреть где-то, сколько мне требуется очков. И давайте, может, пойдем по функциональным клавишам. F3, F4. Так, F5. Это, по-моему, сейв. Давайте я в настройках гляну. Ну, а то сейчас еще запущу... Быстрый... Экран правительства, экран городов-государств. Религия почему-то L. Ну, ладно, давайте экран религии откроем. Ага, вот. 16 очков веры. Я нашел его! Е-е-е-е! Хотя в пятой циве было все намного удобнее. Ты наводишь мышку на религию, и тебе сообщается, сколько надо. Так. Так, что нам даст поселение? 40 золота. Неплохо. Видите, я стараюсь идти по открытой местности, чтобы под следующим ходом я... Вот, кстати, лес с холмом будет требовать 3 очка перемещения. О, варвары уже. Варвары вставляют глину, замесив ее в надежде, что кирпичи образуются. И где варвары? То есть, они тут сейчас прошли. Скаут варварский прошел, и скоро ко мне прибегут ребята. Видите, стоимость перемещения 3, и тут 3, но несмотря на то, что у моих юнитов только 2 очка перемещения, они на этот холм могут все равно встать. Холм с лесом. То есть, так как тут и лес, и холм, 3 очка перемещения. Но вот скауты будут терять все свои очки перемещения. У скаута, кстати, 3 очка перемещения. Кстати, еще я не нашел, как ставить очередь в производство. Шифт, не шифт, не контрл, не альт не действует, просто переключается. По идее, тут где-то должна быть, может, иконка включить очередь, как было в пятой циве. Но, опять же, я ее не нашел. Возможно, вы мне подскажете, внимательно глядя на экран. Так, гончарное дело я открыл. В принципе, можно половину орошения пока открыть. А вот тут шифт работает. То есть, я могу вот так делать очередность. Открытие, все работает. Ладно, давайте покажу животноводство. Тут гончарное дело, потом орошение. Да, скауты меня нашли, сейчас придут. Похоже, мы наконец-то выследили, откуда осуществляют набеги на наши земли варвары. Ну... Да, надо их уничтожить, но не дуболомом, а хотя бы гоплитом. Кстати, где мои гоплиты? А вот они, в обработке броню. Для ускорения уничтожите трех варваров. В общем, мне надо какую-никакую, а армию подстроить. Какая-то воображуля, по-моему, да? Ну... Не желаете ли посетить наш город? Вот. Ускорили письменность за счет того, что открыли... нашли другую цивилизацию. Слушайте, так, мне вот этого скаута надо сейчас перехватить. Он, видимо, бежит к этому лагере, чтобы сообщить инфу и начать меня убивать. Вот этого скаута. Да? Так. Монумент построен. Сейчас посмотрим, что у меня тут обрабатывается. Да, все правильно обрабатывается. А рис... Сколько стоит купить рис? 50 золотых. Ладно, пока не буду. Так, что мы построим? Амбар... Ну, в принципе, растет и так нормально. Давайте разведчикам. Куда-то скаут в другое место побежал. Активный политический курс может принести немалую выгоду. Человек, нашедший свое завершение, совершеннейшее из живых существ. Собирать уже... Ставить какие-то политики в правительство. Ну, что у нас есть? Удваивает опыт разведательных юнитов. Да, кстати, сейчас скауты собирают опыт просто бегая даже. Вот в битве, в битве они получат всего лишь один опыт, а когда они бегают, они получают опыта больше. Либо плюс 5 к боевой мощи юнита против... Давайте вот это выберем. Что тут варвары бегают? Я уже поиграл, они такие отмороженные. И либо плюс вера и плюс золото в столице, либо плюс производство. Давайте, наверное, веру. Побыстрее примем пантеон. Ну и что? А, я могу сюда... О, круто, слушайте. Это офигительная способность у грека. Так, ну и что? Удваивает опыт разведательных... Или плюс производство? Давайте плюс производство. Да. О, я новый континент нашел, поэтому давайте посмотрим, что за континент. Сибирь. И где этот континент? Что-то я не понимаю по линзе. Вот это Авалония. Авалония. Вот тут, что ли, Сибирь? Ага, ясно. Окей. Окей. Так, следующий социальный институт. Либо мастерство... Вот, международная торговля. Я его уже продвинул. Поэтому можно и племенное поселение еще. Вот оно. Надо пойти взять с него. Знаете, вот этот скаут был не из этого лавина. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных. Черчилль. Так, что мы следующее исследуем? А следующее мы исследуем. Вообще, конечно, хотелось бы куплитов быстрее. Ну, в принципе, горное дело и так стоит. Так что норм. После скаута рабочего построим. Надо фермы. Разведчики и прочие исследователи. Ну вот, у скаута три очка перемещения. Но все равно он, видите, не может перейти реку, если он уже ходил. То есть, реку надо переходить, только надо подойти к ней и только потом переходить. Это касается всех юнитов. Давайте пойдем сбегаем за тем скаутом. Ага, видите, я уже сюда не смогу сейчас скаутом подняться. Все. Так, что в деревне? Эврику дали, отлично. Обработка бронзы, это все не там, где гоплиты? Отлично. Можем сразу начать гоплитов изучать, видимо. Хотя орошение мне все-таки надо обработать и красители и пряности. Так, и в Афинах начинаем строителя создавать. Вот, они к нам направили делегацию. Кстати, мы тоже можем направить к ней делегацию, но стоит 15 золота, в принципе. Кстати, на стандартной скорости 25 стоило. Давайте отправим. Почему такая какая-то... Почему у нее брови волною слухов пока никаких не было, отношения непонятны, вождество, вождество, блин, как-то правильно это по-русски сказать. Так, где город-государство какой-нибудь? И, кстати, ага, снизу мы с ней встретились. Мне бы вот тут исследовать, я бы хотел на этой реке следующий свой город ставить, но пока сбегаю, найду, где там варвары. так, что обрабатывается. Мы можем открыть между двумя городами торговый путь, который положил... оказался в яме, хватит копать. Каждый народ живет обменом. О, новые два золота от торговых путей, либо сто процентов к производству морских юнитов, но это ничего не надо, поэтому не буду я менять. политический курс. Так, мастерство, либо ранняя империя, либо мистицизм. Пантеон надо создать до пантеона. Ну, кстати, давайте мистец скоро пантеон следующим ходом по идее должен создать. Так, и какие у нас тут клетки обрабатываются? Так, так, так. Может рис купить или все-таки или купить вон медь еще одну? Две еды производства и два денег. А вот, смотрите, чай еще и науку будет давать. Ладно, давайте медь. Надеюсь, какой-нибудь пантеон на медь там будет. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру Двагис, если быть точным. Рынче такие неплохие места, тут и речек много, и ресурсов я смотрю. Количество верующих растет. Вот, пришло время пантеон выбрать. Давайте смотреть. Тундра и тропические леса. Нету нифига у меня. Священное место рядом с рекой, плюс один к довольству, 15% античности. Вообще, мне было бы на культуру что-нибудь неплохо взять. Ну вот, например, культура от красителей, шелк, хлопок. Давайте на культуру или от пастбища. Пастбища тут что-то не вижу у себя поблизости. А вот культура от красителей, бананов, шелка, да. Устную традицию берем. Вот, ускорили мистицизм, как раз. Отличненько. Так, а что, мне надо плантации построить? Не могу понять, почему они религию на букву L поставили. Но я все могу, конечно, переназначить. Да, плантации надо сначала строить. Окей. А вот где этот лагерь. вот и Трояна мы встретили. Чем ближе противник, тем осторожнее нужно действовать. Очень легко попасть во вражескую зону контроля. Там рассказывают о зоне контроля. Слушайте, Рим тут недалеко. Может, мне сюда второй город, в сторону Рима поставить? но он ругаться будет. Но у меня гоплиты. Ну, вот тут, слушайте, место очень неплохо. сколько ресурсов. Тут и наука есть, и деньги. Наверное, все-таки сюда. Буду вот по речкам этим ставить города. на скауты нападают. Надо за реку отходить, видимо. Так, а вот тут места мне нравятся. Чайные пакетики. Так, это ж Англия, да? Вот, кстати, сделали юнитов, опять же, раскраску, похожими на варваров. Причем, Англия еще, знаете, темная, не сильно похожа. Реально похожи юниты на варваров у Испании. Вот если я ее встречу, покажу вам. Так, начнем, наверное, а, мне надо одну ферму, чтобы ускорить орошение. видите, у меня есть три заряда и ферма строится мгновенно. Вот тут все она построена и следующим ходом ускорится прогресс. Так, я хочу, чтобы у меня город до шести вырос. Давайте амбар. сначала до шести жителей пускай вырастет, потому что опять же есть какое-то, по-моему, в социальных институтах. Да, вот, ранняя империя. зря зря я сюда пошел, сейчас меня эти прачники будут обстреливать. Я вернуться не могу, видите. не знаю, все равно трех варваров убить. Давайте прачники, они слабенькие, попробуем их поубивать. не знаю, не знаю, как это Англия на мою территорию. Расповедую воинствующий мистицизм. Я абсолютно уверен в существовании некоторых вещей, которых не знаю. Владыка, в нашем распоряжении есть посол, который поможет завоевать расположение города-государства. Да, только мы еще не нашли ни одного города-государства, вот в чем проблема. Да, видите, вот эти Джокеры, они дают очки великих людей, либо пророка, либо ученого могу посадить, но я бы на производстве пока оставил. Не хочу пока великих людей. Я бы дождался просто другого правительства, а оно откроется у нас только в политической философии. Отступают эти прачники. Ладно. Подойдем и в защиту встанем. Дальше отправим посольство в Рим. Кстати, нам сразу вот тут показывают отношения, но в данном случае еще ничего не изменилось, то есть тут все среднее. Тут будет либо улыбка, что типа отношения хорошие, либо наоборот кислая рожица. Кстати, я могу попросить убрать свои юниты. Официально о плохом отношении объявить дружбу, заключить сделку. Да, пока не могу ничего попросить. Ну, хрен он, сюда он встал. чмошник. Вот, слухи пошли. Ваш делегат Кристос узнал, что Рим только что принял иностранную делегацию. То есть о том, что я отправил делегацию в Рим, у меня слухи пошли. У меня все меня пообстреливали. Вот, кстати, если кто спросит, где опыт, смотрите, вот тут маленькая-маленькая. Постоим. Блин, я, конечно, могу убить копейщика, но у меня потом прачники завалят, нет? Давайте я в защите постою, тем более у меня там против варваров. То есть у меня будет следующим ходом по идее промоушен, я вылечусь и будет намного веселее. Может купить Рис следующим ходом. Так, сначала красители обработаю. блин, я еще орошение не открыл, два хода. Невнимательно играю, как всегда. Мне не очень нравится белковатый интерфейс. Как-то не очень хорошо видно у меня. Стой. Держись. Выжили. Видите, доступно повышение, но я не... растет, но для новых подданных мест... Ваше величество, я беспокоюсь о настроениях граждан. Еще и счастье, да блин. Хватит мне все говорить. Так, давайте, во-первых, опыт повышения. Ну, смотрите, теперь повышение это вот такое дерево навыков. Плюс 10 к боевой мощи при... Ну, я беру плюс 7 к рукопашной атаке и при взятии повышения юнит лечится. Я могу оставлять... Что это такое? Активировать. Активировать что? Вот что я сейчас активировал? Непонятно. Так вот, я могу эти повышения оставлять дальше. Никто меня не заставляет их сразу брать. Но надо понимать, что при взятии повышения этого юнит будет терять ход. По-моему, это классная идея. В сетевых играх будет проще... Блин. Так, ну, один ход подождем, пока орошение откроют. Все-таки культуру... Так, и посмотрим, что... Ну, я сейчас обработаю красители и получу счастье. Пока у нас тут, видите, одно довольство из двух требуемых, то есть у меня минус пятнадцать процентов рост населения и минус пять процентов к еде вообще, в принципе, то есть из-за несчастья я могу меньше... То есть у меня могут вообще уже начать умирать жители. Ну, и лимит недовольства еще пятьдесят процентов к росту добавляет. Так что, в принципе, я могу сейчас переключить просто какое-нибудь на производство, но у меня нету клеток производственных, некуда не переключать. Продолжим играть. Человек достаточно смелый, чтобы... Все, открыли орошение, наконец-то делаем плантацию. Плюс еще культуру начинаю получать. То есть у меня такая вот супер-клетка появляется здесь. Отличненькая. Так, что мы следующее... Так, мастерство пока отложим, потому что надо обработать три клетки, и она получит ускорение. Включим пока раннюю империю. Я сейчас следующим ходом... Нет, через ход обработаю три клетки и получу ускорение. Нормально. А здесь давайте письменность. Или подождите, или гоплетов. Мне пока библиотека не нужна и кампус. Я их пока не буду строить. Давайте обработку бронзы. Я хочу до шести вырасти. Ага, до шести я, наверное, сейчас... Знаете что, надо мне строить поселенцы, я поставлю город и будет как раз население шесть. Правильно? Правильно. Забираем лагерь, получаю вдохновение за счет этого. Блин, а где города-государства? Что-то я уже Англию и Рим нашел, но ни одного города-государства не нашел. Так, что там где происходит? Рим мочит варваров? А эти куда варвары пошли? Я за ними. и строим поселенцы. Кстати, теперь поселенцы не влияют на рост города при их строительстве, как видите, зато когда он построен, то минус один житель в городе. Странно, что не перекрывают проходы. Ну и ладно. Можем гулять спокойно. Отправил ко мне торговую делегацию. Ну, в общем, у нас это теперь аналог установления посольств из 5-й цивы, то есть вы сами отправляете делегации, и это влияет на отношения с вами. Уровень доступа, темы слухов. Ну вот, слухи, которые мы последние 10 ходов слышали. Доступная информация. Чтобы повысить уровень доступа, можно исследовать технологию книг и печатание, проложить торговый путь или играть за Екатерину. То есть вы будете больше слухов получать, когда у вас будет уровень информации выше. Ну и у нас нейтралитет, в принципе, как и с Викторией. Тоже, да? Нейтралитет. Ну что, проатакуем пращника. И вот получили ускорение и завершили мастерство сразу. А исследование колеса, дает нам полезные вещи. Например, притюные корзины для пикников. 30% и плюс 50% производства при подготовке юнитов ближнего и дальнего боя. Кстати, а где ускорение создания юнитов? А, вот поселенцев, как раз Ранняя Империя. Как раз я ее изучаю. Уже поселенец у англичанина куда-то пошел. Так. Вот рабочий три улучшения сделал и закончился. В принципе, может мне поменять против варваров плюс одна вера и золото в столице. давайте я вот, наверное, вот эту фигню поменяю на 30% производства строителей. Вот так. Сразу после поселенца начну строить строителей. Что у меня есть еще? У меня уже пять клеток обрабатывается, а улучшено только три. Следующим ходом речку перейдем. Пожалуйста, accept my warmest thanks for your kind endeavors on the continent which we share. почему-то ей стал нравиться. Ну, во-первых, мы можем ее агенду посмотреть, то есть стиль поведения. Посмотрите, Англия расширяется, основывая город Манчестер. Ну, мне она не мешает. Я вот тут хочу город основывать. Давайте глянем, что там Англия любит. Так, как это смотрится? Тема слуха, уровень доступа, ваши отношения, договоры. А, вот, цели, вот цели, агенда это цели. Одну скрытую не знаем, а так вообще над империей не заходит солнце. Симпатизирует цивилизациям со своего континента. Стремится расширить империи на все континенты. Не любит цивилизации на континентах, где нет английских городов. То есть она поставила Манчестер типа на моем континенте, как я понимаю. Да? Авалония, да у нее и столица в Авалонии. У меня континент Авалония. Она и Риму должна симпатизировать по идее. Блин, да сколько за этим прачником бегать-то? Вообще мне бы сохранить воина, раз если я хочу тут вот город ставить, мне нужно под защитой. Кстати, город сейчас у меня не сможет обстреливать варваров, потому что в нем нету стен. Чтобы город мог обстреливать, Рим только что принял иностранную делегацию. Похоже это делегация Испании. Недавно мы открыли секрет планирования городов. Проще и прибыльнее создавать целые районы, а не обычные улучшения вроде обычных ферм и рудников. Я хочу создать долговечное наследие. Воронзо сохраняется тысячелетиями. Но вот военный лагерь может сразу обстреливать, между прочим. Не может быть рядом с центром города. может мне после вообще надо гоплита построить. Построю поселенца, потом гоплита. Город я, наверное, вот тут на холме поставлю. Блин, сейчас мне варвары будут вот эти улучшения разрушать. Так, письменность, колесо. Давайте колесо откроем. Священное место. Где города государства? Меня вот какой вопрос интересует. Мне плюс 5% от городов государства должно идти, а я не могу их найти. Ой, блин. Ну, по идее, у меня только скаут сможет, разведчик только сможет атаковать. У копейщика не хватит очков действия для атаки моего скаута. Так, гоплет три хода. Давайте построим. Ну вот, мне компьютеры как раз и рекомендуют, где я хотел ставить, а вот на этот холм хочу поставить. Да, кстати, еще вам покажу интересную штуку, как теперь юниты соединять можно между собой. Рим Рим расширяется основой город Кумы. Англия поклоняется пантеону богов, связывая с верованием в священный путь. Ну, я могу посмотреть? Ага, мне не показывает, только мои пантеоны показывают, ясно. А где он Кумы основал не видно. Кстати, тут еще поселенцы захватываются, они не становятся рабочими, они остаются поселенцами, так что надо теперь очень осторожно с ними действовать. Что-то Троян на меня гонит, что я боюсь расселяться. Так, варвары разграбят? Да, смотрите, разграбили оба улучшения и от разграбления меди 16 науки получено, от разграбления красителей 16 веры получили вот эти вот все. Теперь мне нужен рабочий, чтобы починить, но, слава богу, починка не требует очков действия рабочих, так что можно спокойно. Теперь смотрите, когда поселенец или рабочий в клетке с военным юнитом появляется вот такая иконка создать сопровождение. Теперь это как они будут одним юнитом ходить. Так, давайте-ка в сторонку отойдем чтобы он не напал на меня. Пойдем вдоль речки дальше. Ну, вот два разграбления. Мне пришло уведомление об этом. Излишество погубили римскую империю. Вот, к примеру, кондиционеры. Из-за кондиционеров окна были закрыты. Никто не услышал, как приближаются варвары. плюс пятьдесят производства для создания дам. Поменяю просто производство на плюс пятьдесят производства к созданию поселенцев. И плюс тридцать и плюс тридцать процентов к созданию рабочих. О, Япония. скромный последователь Бусидо. Так, к нему отправим. А, вот он тоже недалеко. Ну, тут скорее с Англией проблемы будут у него. Отправим к нему посольство. Симпатизирует цивилизазм с мощным армией и высоким уровнем религиозности и культуры. Ну, в принципе, должен... Будет мне симпатизировать, надеюсь. Так, социальный институт следующий. Военную традицию. Боже, меня тут варвары со всех сторон обкладывают. Ну, вот, смотрите, теперь просто любым из этих юнитов двигайтесь и сразу другой тоже идет. То есть, это для того, чтобы теперь не потерять не потерять юниты, не потерять рабочих, не потерять поселенцев. Англия объявила войну Риму. Англия вынуждена объявить войну Риму. Это значит, что она с кем-то совместна. Там может, возможно, где-то Испания рядом с Римом и она подговорила как раз Англию объявить войну. Так, строители. И основываем город. Отличненько. Сразу монумент. Пускай полетится в Аргасе. видите, тут вот такими синими синим окантовкой показывается, куда, в какое место мой скаут может добежать этим ходом своим. Виктория объявила войну Трояну. Так. Ну, нету смысла на рост ставить, потому что пока недовольство идет, идет минус большой к росту. Сейчас пускай с варварами разделаемся. Построю рабочего, потом еще одного поселенца вниз город поведу ставить. Офигел? Слишком близко. Морен будет жить там, где захочет. Вот, видишь, Виктория меня уже любит. Рим переходит от древнего мира к античности. Водяная мельница. Кстати, обратите внимание, что здания не требуют содержания. Ну, я не знаю, все ли здания, но вот начальные точно. То есть, вы можете спокойно их строить. Видите, у меня пока идет содержание только на юнитов. Так, что мы будем следующее открывать? Давайте, может, кампус тогда построим. Пойдем-ка перехватывать этих ребят. Видите, не могу атаковать, потому что не хватает очков действия. где города государства? Ага, вот столица Японии, видимо. Ладно, пойду вот это место разрядить, потому что я хочу третий город вот тут ставить, к японцу. быть храбрым, быть храбрым, значит быть единственным, кто знает о твоем страхе. Ой, будь здоров, спасибо. Так, плюс сто процентов при создании юнитов тяжелой легкой кавалерии, это не надо, плюс два очка великих полководцев, вход, не надо. постройте любой район, не построен пока. Драма и поэзия. Ну, я хочу политическую философию открыть, мне надо поменять правительство, поэтому придется через трудовую повинность все делать. почему-то что, три очка действия требуется? А, ну, холмы и леса, да, три очка действия. Давайте сюда встанем. Блин, еще один лагерь. Туда будет сложновато поставить. Кстати, право прохода, право прохода, без проблем, не будем. Обратите внимание, царя на то, что плантация разграблена, но культура мне все равно идет от пантеона. Так, пойдем гоплетом вниз. Рабочий построен, поселенец. починим, починим плантацию. Так, надо отбегать этих варваров. Японцы ко мне делегацию отправили. Отлично. Видите, уже Рим неприязнь, я не согласился. Нужно только вычеркивать лишние слова. Не согласился с ним. Я ему сказал, что будем ставить города, где хотим. Но ведь так? Правильно что я ответил? что он выделывается? Так, исследование. Где у меня уже прокачено? Нету ни одного. Ладно, уничтожить врага с помощью прачника. Это вряд ли. Построить железный рудник. А у меня железа нету. В любом случае я пока не вижу его нигде. Так, давайте починим. Вот видите, ремонтировать и вот количество зарядов. Вот ремонт, он сразу ремонтирует, сразу за этот ход, но заряд никуда не исчезает. Так что можно дальше пользоваться. Так, уже примерно 40 минут, да, надо видимо сохранить, закачать на канал. Она сейчас закончивает отход, начнется следующий. Какая-то милиция едет и закину на канал это видео. Сейчас следующее открыть. Обработка железа, каменная кладка. Ну, давайте стрельбу из лука. Пожалуй. А потом астрологию. так, на этом я пока завершаю эту серию, сделаю сейв, сохранить игру и продолжу в следующей серии. Сейчас я постараюсь это видео по-быстренькому загрузить на канал. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.